Велопутешествие в мае по западному побережью Сахалина. Цель поездки – знакомство с местами наследия Карафута. Поездка сопровождалась интересными, познавательными и экстремальными моментами. Путешествие продлилось 4 дня, и за это время мы испытали кучу эмоций. Мы пережили все – от восторга до отчаяния и наоборот. Были на нашем пути и такие моменты, когда мы понимали, что самостоятельно справиться с ситуацией будет, мягко говоря, сложно. И тогда рядом с нами оказывались добрые люди, которые выручали нас совершенно бескорыстно. Спасибо им за это огромное! Продолжение следует... Мокрые насквозь, непромокающие причем вещи, но все равно мокрые насквозь. Я падала, я не знаю сколько раз этого велосипеда, это чача не давала ехать. Просто такой атаслант, они говорят, вы вообще что, куда вы кто? Я говорю, мы путешествуем. Они говорят, ничего себе тут так-то, это не очень хорошая идейка была поехать в такую погоду. Я говорю, мы выезжали, было не сильно. А тут чего, прям милок с такой силой? Все насквозь мокрые, перчатки. Просто перчатки периодически снимала, выжимала, потом опять в них залазила, руки мерзнут. Короче, и обидно, и досадно. Я периодически хотела убить его. Субтитры создавал DimaTorzok Второй день мы встретили в селе Чехов. Погода уже наладилась, и мы пошли знакомиться с японскими объектами архитектуры. Мы посетили школьный павильон, в котором устанавливали фотографию действующего императора Японии. Это служило местом для его почитания. Таких сооружений на юге Сахалина около 20. А также мы посетили плотину. Она была построена японцами для обслуживания тогда действующего бумажного завода. Всем привет! Следующая остановка – маяк и мыс Лепековского. Продолжение следует... Продолжение следует... Маяк Лепековского является действующим и представляет собой круглую башню, которая, как и в большинстве сахалинских маяков японской постройки, соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. Маяк получил свое наименование по названию мыса, на котором он установлен. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главной достопримечательностью города считаются Сивучи. Несколько тысяч ластонобих обосновались на японском брикваторе. На лечбище Сивучи ведут себя неспокойно и постоянно ревут протяжным басом, поминающим гудок парохода. Их рев слышен за несколько километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На четвертый день мы хотели посетить грязевые вулканы и проехаться по старой японской железной дороге. Рельсы шпал на ней давно нет, и поэтому она удобна была для проезда на велосипеде. Но чем дальше мы по ней ехали, тем больше становилось снега. И в итоге нам пришлось нести своих двухколесных товарищей на себе. Поэтому мы решили отложить поездку на более теплый период. Пытаемся ехать. Дорога в метеносновом на ту проезду. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, сейчас, спустя время, в памяти остаются только позитивные эмоции и четкое понимание того, что на нашей территории тоже есть что посмотреть и где побывать. И за яркими эмоциями далеко ехать не надо. А вот авария. Сломалась педаль. Оторвалась. Май. Май. Где мои теплые страны? Где мои теплые страны? Где мои теплые страны?